Всем привет! Вы на канале Дани Ваня. Сегодня я хочу поговорить о вязке собак, ну и шарпея в частности. В принципе, вязать собакой это любая, хоть шарпея, хоть и другая, они все в принципе вяжутся одинаково, даже без принципа. Надо, чтобы собака желательно не ела ничего на голодный желудок, потому что когда собака поест, она становится немного ленивая, такая, ну знаете, вот, как и человек, поешь, потом ничего не хочется. Вот. Перед этим надо собаку желательно выгулять, чтобы она сделала все свои надобности, пописала, покакала, вот, чтобы ее ничего не отвлекало. Идем дальше. Если у вас, допустим, вы будете вязать, девочка будет агрессивная, тогда лучше на нее надеть намордник, потому что, чтобы кобель не отвлекать, потому что силы кобеля тоже не безграничны, как, впрочем, и у людей. А вот. Он проявляет какой-то интерес в определенное время, пытается, пытается, а потом, может, интерес у него иссякнет. Вот. Если первый раз, и, допустим, девочка не агрессивная, то можно попробовать ее спарить, чтобы они подошли, обнюхались, поиграли, вот, и он потом, кобель, естественно, будет на нее залазить. Вот. Если же она не дает, тогда нужна посторонняя помощь. Для посторонней помощи есть, можно ее держать за поводок, собаку и кобель тогда сверху залазить. Если она начинает приседать, то ее нужно держать за живот, чтобы она не приседала, потому что кобелю неудобно, он не сможет на нее залезть. Вы держите руку, одну руку за поводок, близко, рядом с шейником, а второй вниз за живот, чтобы она не падала. Вот. Есть еще другой вариант. Вы приседаете вниз и стоите коленку под углом 45 градусов. В голову собаки выложите на колену и на шею выложите вторую руку сверху, так вот, прикрываете. И кобель, чтобы сука не видела, кто сзади подходит. Вот. Но если в этом способе вы будете пробовать, то желательно, чтобы сука не видела кобеля, девочка не видела мальчика. Вот. И он подходит сзади, и то же самое тогда надо, кто будет подводить кобеля, он тогда тоже, вдруг она будет приседать, опять, это самое, поддерживать ей живот. Вот. Залазит. Вот. Как он только залез пару раз, я все эти нюансы показывать не буду по эстетическим соображениям, я покажу только конечный результат. Вот. Когда он залез уже на нее, вот, и получилось у них все, это произошло, вот, любовь, то после этого они должны ставить друг друга по байк-попе. Вот. Как они стали, так они и постоят примерно минут 20, вот, в этой позе. Их не надо ни разрывать, ни пугаться, ни чего, кто, если когда-то не сталкивался с вязкой, никогда не вязал собак, вот, как они так постояли, то тогда эта самая, она сама его отпустит, и они разойдутся. Это все, значит, вязка уже совершилась. Это уже все. Можно сделать контрольный на следующий день, можно и не делать. И здесь уже, как у вас, по возможности есть. Но, когда мальчик отойдет от нее, они все так вот успокоятся, походят немного, надо, чтобы он подошел, ее немного полизал, вот так все, это самое, закончить этот процесс. И желательно, чтобы девочка не бегала, ничего, потом пришла, ну, полежала, чтобы она меньше движений делала. Когда она полежит, успокоится, все нормально будет, чтобы у нее прошло, все это закрепилось, все нормально. Вот. И на этом уже вязка все у вас закончилась. Вы были на канале Данил Ивана. Пишите нам, если есть какие-то вопросы, я всегда отвечаю. Если какие-то вас темы интересуют, пишите, я подниму эту тему.